Добрый день, дорогие друзья! В эфире программа «Якутск. Сегодня» за режиссёрским пультом Николай Слепцов и Михаил Эверстов, у микрофона редактор Саргалана Антонова. Сегодня, 19 апреля, день образования Государственной службы занятости населения России и профессиональный праздник её работников. Именно в этот день, в 1991 году, был принят закон о занятости населения в Российской Федерации, в соответствии с которым на всей территории России была создана Государственная служба занятости населения. Она была призвана оберегать жителей России от безработицы, информировать о вакансиях, переобучать, поддерживать период внутреннего простоя. Ежегодно в центре занятости обращались тысячи людей, и большинство из них получали работу, новую профессию или помощь экспертов. Сегодня служба занятости выполняет множество функций, в том числе анализ и прогнозирование спроса и предложения на рабочую силу, содействие гражданам, ищущим работу, а работодателям в подборе необходимых работников. Спектр государственных услуг в области содействия занятости населения постоянно расширяется, повышается их качество и доступность. Открываются новые возможности для граждан и работодателей. Итак, сегодня мы говорим о работе службы занятости. И гости нашей студии – это заместитель председателя Госкомитета занятости населения Республики Саха, Якутия, Савва Анатольевич Михайлов. Добрый день. Добрый день. И руководитель фронт-офиса «Моя работа» Мария Трофимовна Слепцова. Здравствуйте. Здравствуйте. Дорогие друзья, напоминаю, что наша программа выходит одновременно на телевизионном и радиоканале НВК Саха. Мы работаем в прямом эфире. Телефоны нашей студии – 32 00 66 и 32 11 66. Пожалуйста, звоните и принимайте участие в нашей передаче. Ну что же, прежде всего, позвольте поздравить вас с профессиональным праздником. Спасибо. Ну и начнем наш разговор с ситуацией на рынке труда в регионе. Вот если говорить о безработице на сегодняшний день, то какова она? Вы можете нам привести официальные цифры? Да. Ну, в прошлом году мы уже осенью достигли до пандемийных уровней. Действительно, в 2020-2021 году у нас был пик. В этом году у нас состояние рынка труда, ну, напряженность снижается. У нас на сегодня, да, зарегистрированных безработных около, ну, чуть меньше 8 тысяч человек, а вакансии у нас 11 тысяч. То есть каждый месяц у нас идет снижение уровня безработицы. Поэтому мы, вот когда спрашивают, вот в рамках антисанксионных мер против нашей страны, мы не сравниваем это с пандемией. Потому что у нас сфера услуг, сфера обслуживания. И, ну, наоборот, сейчас работодатели нуждаются в новых рабочих силах. Хорошо. А вот кто они, люди, которые обращаются к вам за помощью в трудоустройстве? Мы можем составить вот некий портрет, что ли, нашего соискателя? Ну, здесь, если вот посмотреть, да, конечно, это люди в основном незанятые приходят к нам, которые уволились с работы, либо вот впервые ищущие, да, либо вот более года не работавшие. Но здесь по разным причинам. Но если вот посмотреть портрет, это на сегодня женщина Российской Федерации, которая имеет высшее образование, уволенная с организации по собственному желанию и имеющая несовершеннолетнего ребенка. Вот такой очень интересный портрет, да, безработного. Вот какие изменения происходят сейчас на российском рынке труда? Ну, насчет портрета, да, Мария Трофимовна, надо посмотреть. Ну, мы этот, да, все российские показатели, скажем, по городу Якутску. А в районах немножко другой. Там мужчина средних лет. А так, рынок труда по Российской Федерации у нас около 500 тысяч безработных по всей России, да, по всей стране, на простой сейчас сидят 90 тысяч человек. Это намного меньше, опять-таки, повторюсь, чем в пандемийное время, да. Но в то же время у нас полторы, полтора миллиона вакансий в целом по стране. То есть мы вот так говорим. Если у нас вакансий больше, а безработных меньше, то есть мы должны все вместе, все органы местного самоуправления, исполнительные органы госвласти, общественности, должны уже вместе вот этих людей именно трудоустроить в эти организации. Например, у нас по районам немножко другая картина, да. В Алданском районе 100 безработных, а вакансий сотни. А, например, вот в Заречном районе, в Чуропче, например, да, 140 безработных, но вакансий всего около 40. То есть мы должны там уже найти новые рабочие места, создавать. Создать некий баланс. А у нас телефонный звонок, давайте послушаем, да. Так, сорвался, к сожалению. Ну что же, мы продолжаем наш разговор, да. Я знаю, что служба занятости, конечно же, не стоит на месте. Многие услуги у нас сейчас переведены в электронный формат. Вот это требование нашего времени. И два года назад у нас открылся фронт-офис, моя работа, да. Как поменялась ваша деятельность, и как много обращений мы получаем от наших граждан? Если вот сравнить 2020 и 2021 год, да, ну вот тогда мы работали преимущественно, конечно, в дистанционном формате. И вот как сейчас Савва Анатольевич сказал, да, у нас тогда было, конечно, вообще пик безработицы было. Если 2020 год взять, в городе Якутске к нам обратилось более 20 тысяч человек, это в год. И 18 тысяч человек мы тогда признали безработными. И самый пик безработицы в 2020 году у нас было в октябре месяце. Тогда у нас состояло на учете около 13 тысяч безработных граждан. Это безработных, да. И в 2021 году у нас вот обращение было уже около 12 тысяч человек к нам в поиске работы обратилось. И около 7 тысяч человек мы признали безработными. И если в этом году, вот до конца года, вот 21 года, в начале этого года у нас уже состояло на учете 1953 безработных граждан. Видите, какая разница идет прямо в разы у нас, значит, вот уменьшилась, сократилась численность безработных граждан. И на сегодня у нас состоит на учете 1895 безработных граждан. Это уровень безработицы в городе Якутске на сегодня составляет 1,1%, да, а в Житае ровно 1%. И здесь нужно сказать о том, что мы сейчас работаем преимущественно уже людей принимаем лично. Но в первую очередь они все равно в дистанционном формате подают свои заявления в поиске работы. То есть это через единую цифровую платформу работы в России. Они должны иметь обязательно учетную запись в госуслугах, это логин и пароль, да. Резюме они нам направляют, мы одобряем, а потом уже заявление к нам, когда направляют, они должны прикрепить свое резюме. И мы получаем их уже заявление и уже выходим на обратную связь к данному гражданину в поиске работы, который находится. Далее уже идет им предложение вакансии, собеседование с работодателем. Если в течение 10 дней нетрудоустроился человек, да, то уже признается безработным гражданином. Вот такая сейчас идет работа. И вот признание безработным и перерегистрация, это идет уже личный прием, да, граждан, которые вот приходят они. Предварительно мы ведем запись и обязательно мы приглашаем их, назначаем дату и время назначения вот данному гражданину. Это идет все в личный кабинет единой цифровой платформы «Работа в России». Хорошо. Какое количество свободных мест в банке вакансий, какие профессии сейчас наиболее востребованы? Ну, как я уже говорил, где-то 11 тысяч, это по нашей базе, из них 57% это рабочих профессий. Начиная с водителей, автослесарей, инженеров, механиков, да. Вот, как мы уже говорили, в последние годы идет трансформация, идет модернизация уже нашей службы, да. Когда вот, ну, 5-6 лет назад или, может, в каких-то годах, если к нам приходили в основном за пособием, за какими-то справками, сейчас уже люди конкретно целенаправленно приходят по поиску работ. Вот, поэтому мы тоже работники службы наших центров должны на это тоже внимание организовать, потому что, если мы, например, повышаем пособие, ну, даем опять-таки рыбу, да, опять ежедневническое состояние развивается, человек уже не мотивирован в поиске работы. А когда мы даем удочку в виде, например, профобучения, дополнительного обучения или каких-то курсов, психологических консультаций, то человек уже будет мотивирован, и ему быстрее будет находиться работу. Поэтому у нас такая цель сейчас. А какие возможности открываются вот перед нашими гражданами при трудоустройстве? Ну, в первую очередь, это льготы и гарантии согласно трудовому законодательству, да, трудовому кодексу. Это, естественно, в первую очередь, это заработная плата, это отпуск, это проезд в отпуск и другие льготы и гарантии, которые предусмотрены, конечно, трудовым кодексом. И человек, будучи, значит, работающим, да, у него, конечно, уже много возможностей. Он для себя может позволить, допустим, что он желает и хочет, да, это и все возможности. Ну, дальше, значит, в театры ходить, в кино сходить и так далее, и так далее, то есть и культурно-массовые мероприятия. И дальше, допустим, всегда есть у него будет возможность развиваться, повышать свою квалификацию и так далее. Поэтому у работающего человека возможностей, конечно, больше, чем у безработного, да, который, значит, вот на сегодня мы предлагаем все равно нашим безработным гражданам. Но они, как правило, значит, вот то, что мы предлагаем, то и все, да, служба занятости. Но у него в связи с тем, что то, что бесплатно идет со службы занятости, у работающего человека, у него есть выбор. Вот таких, конечно, возможностей уже больше. Хорошо. А действительно ли у нас увеличилось количество якутян, которые хотели бы, например, открыть свое дело? Да. Ну, каждым годом, да, у нас почти во многих министерствах, ведомствах, начиная с сельхоза, министерства предпринимательства, на открытии своего дела есть свои программы. Агростартап и разные программы. И по нашей линии каждый год, ежегодно, вот больше 200 человек открывали свое дело. Получали 150 тысяч рублей, единовременный помощь. Конечно, сумма небольшая, сразу скажу, но является частью, ну, как бы капитала для начала своей деятельности. Мы как раз вот в марте, в рамках года матери, ну, провели такой круглый стол, самозанятость, да, и наши мамочки, в основном молодые, вот, получив 150 тысяч рублей, плюс еще спасос контракту Минтруда, еще плюс свои вложения, они начали, сейчас сами работодателями стали. А в этом году у нас это 331 человек получит, и по городу Якутску уже. А, у нас уже вот, вот, уже прошло заседание Межведомственной комиссии, да, вот, желающих было из числа состоящих 125, но бизнес-проекты сдали 65, и вот они между собой, конкурс было проведено, и 42 человека вот уже получают 150 тысяч, которые положительно оценили их бизнес-проекты. Ну что же, это действительно здорово, у людей есть свои интересы, своя, например, будущая профессия, свое дело, и в дальнейшем, я думаю, они достигнут успехов. Дорогие друзья, сейчас небольшая рекламная пауза, после чего мы вновь продолжим наш разговор. Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу, и сегодня, в День работников службы занятости, мы говорим об особенностях их работы, также о том, какую помощь здесь могут получить ищущие работы, в том числе социально незащищенные в категории населения, самозанятые, молодежь и другие. А также рассказываем о программах и услугах, которые здесь можно получить, и у нас в гостях, я напомню, сегодня сотрудники службы занятости нашей республики. Напоминаем, дорогие друзья, что наша программа выходит одновременно на телевизионном и радиоканале НВК Саха. Мы работаем в прямом эфире, телефоны нашей студии 32 00 66, 32 11 66. Пожалуйста, если у вас есть вопросы по программам, по услугам, которые можно получить в службе занятости, вы можете позвонить и получить квалифицированные ответы. Ну что же, мы продолжаем нашу программу, и мне хотелось бы у Марии Трофимовны спросить такой вопрос по профобучению. Очень много было звонков, люди спрашивали, да, вот спрашивают конкретно, какие программы у вас есть и чему мы можем обучиться. Действительно, профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование – одна из основных государственных услуг в сфере занятости населения. И когда к нам приходят в поиски работы, когда они приходят к нам, мы в первую очередь делаем опрос. Кроме содействия в поиске работы, какие хотят они приоритетно получить государственные услуги? И большинство граждан, вот они выбирают профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование. И в этом году, вот те, которые к нам обратились, 702 человека, из них 688 безработных граждан, были направлены из отдела занятости в отдел профобучения, да, для получения консультации именно по профобучению. Как они могут пройти профессиональное обучение и как могут они, вот вообще, значит, и получили профессиональную ориентацию в сфере выбора профессии, да. Здесь надо сказать, что мы на сегодня обучаем по четырем направлениям. Это профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан. В городе Якутске мы в этом году вот должны обучить 215 безработных граждан. Здесь разные идут. Это переподготовка, повышение квалификации, профессиональное обучение, да. Далее, значит, идет это направление незанятых граждан обучения. Это в рамках вот реализации проекта местных кадров промышленности. Мы должны обучить 15, мы уже 12 уже направили. И осталось еще вот направить на машиниста ДВС, вот двигатели внутреннего сгорания, да, 3 человека. И мы должны уже закрыть данное вот направление. И далее, значит, это у всех на устах уже, и все наверняка слышали, это через национальный проект демографии мы направляем также на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование. Здесь у нас на сегодня пока стоит 46, но должно выйти еще дополнительные, да, значит, вот контрольные показатели, и тогда мы должны направить 146. Мы уже на сегодня получили порядка 200 заявок от наших граждан, которые хотели бы обучиться вот через нацпроект демографии. Это надо сделать через, вот они свои заявления подают через единую цифровую платформу «Работа в России», да. И там есть заявление, когда подается, опять-таки, через, вот если у кого есть учетная запись в госуслугах, подается заявление, выбирается там профессия и так далее, и к нам, и дальше, значит, к ним идет в течение трех дней пройти профессиональную ориентацию вот в нашем фронт-офисе «Моя работа» должны подойти. И на сегодня 32 решения, значит, уже приняли мы положительные, то есть, к сожалению, на сегодня 63 человека получили отказ, то есть они не подтвердили свою, значит, категорию, да, там именно по категориям граждан должны пройти. И где-то у нас 101 заявка на сегодня, значит, еще находится на рассмотрении. И еще, значит, одно направление, это мы работаем с управлением социальной защиты совместно. На сегодня у нас 20 человек контрольных показателей по социальному проекту, и на сегодня уже 10 человек подписали соглашение, 7 человек из них уже, значит, с учебными заведениями договор заключили, 4 человека обучаются, и один уже проходит стажировку. Таким образом, да, те люди, которые хотят обучиться вот через службу занятости, это абсолютно бесплатно. На те, которые, значит, профессии востребованные на рынке труда на сегодня, и в городе Якутске, и по всей республике, да, они могут пройти вот профессиональное обучение и быть уже трудоустроенным. Те люди, которые хотят трудоустроиться через нацпроект «Демография», да, вот обучившись, то они должны с будущим работодателем, должны показать нам договор уже или соглашение. А те, которые хотят обучиться и потом стать индивидуальным предпринимателем, открыть свой бизнес, да, либо самозанятым, также они об этом говорят и могут быть направлены также на профессиональное обучение. Спрашивают, можно ли обучиться вот по программе профобучения, например, во второй раз на следующий год? К сожалению, значит, вот нет, да, в прошлом году, которые, значит, обучились, они в этом году, мы их не можем направить, в связи с тем, что они уже воспользовались данной услугой, да, но, естественно, мы в первую очередь смотрим на то, что человек, получивший профессию, он должен быть трудоустроенным, либо должен быть уже занятым, да, поэтому это же федеральные деньги, поэтому мы должны их использовать по назначению и эффективно. Хорошо. Какие документы необходимо предоставить в службу занятости для того, чтобы получить поддержку по предпринимательской деятельности, да? Вообще спрашивают, есть ли у нас какие бы направления приоритетные поддержки предпринимательства, или же можно, например, чтобы безработный мог рассчитывать на поддержку в абсолютно любой сфере малого бизнеса? Ну, здесь открытие своего дела, да, скорее всего, и мы активно работаем с Минпередом, это мой бизнес, наши социальные партнеры, вместе обучаем по основам предпринимательской деятельности, ну, в этом году упор у нас мамы, женщины, потому что год матери, в этом году мы в целом по матерям, по женщинам, да, 500 у нас план, 500 человек обучить, дать новые профессии, вот, как правило, к нам приходят люди, которые вот в свое время получили какие-то невостребованные сейчас специальности, да, помните, 10 лет назад, 5 лет назад все хотели стать экономистами, юристами, а сейчас так такового потребности нет, сейчас уже более другие уже возможности, да. В целом у нас 180 компетенций, конечно, не просто так они выбрали, да, мы обязательно смотрим, где у нас потребность, и там и отправляем. По предпринимательской деятельности, допустим, когда вот так же приходят к нам, если хочет получить вот как раз данную услугу по предпринимательской, осуществлению вот начала вообще, значит, предпринимательской деятельности граждан, это могут пойти как незанятые, так и безработные граждане. Здесь они предоставляют самое главное, это свой бизнес-проект. И по данному бизнес-проекту они вот перед межведомственной комиссией, они защищают, и кто наиболее высшей БАП получает, да, значит, тот и проходит, и получает вот эту вот финансовую поддержку в размере 150 тысяч. Вот, кстати, такой вопрос поступил. Я нахожусь в декретном отпуске по уходу за ребенком, и могу ли пройти обучение и получить дополнительную профессию, чтобы после декрета сразу выйти на работу, а не терять время? Да, может пройти вот как раз через национальный проект демография, при этом она должна, значит, вот, ну, естественно, она проходит, и далее уже после декретного выходит к своему работодателю, уже повышая свою квалификацию, или вообще переквалификация, да, может пройти, переподготовку пройти. Поэтому здесь у нее есть выбор, пока сидит по уходу за ребенком. И она, вот, самое главное, чтобы она вот к нам подошла для оказания профориентации в течение трех дней. И подтвердит свою вот категорию, что она на сегодня действительно находится по уходу за ребенка. Что она не работает. Да, она на сегодня не работает, а сидит по уходу за ребенка. А вообще проблема трудоустройства людей с ограниченными возможностями на сегодняшний день очень актуальна, да, и вот какие меры поддержки оказываются именно для этой категории населения? У нас Айсен Сергеевич, глава республики, озадачил несколько персональных поручений, и есть о стратегическом развитии республики Саха-Якутия. Одним из пунктов есть там трудоустройство граждан с инвалидностью, да, не менее 50% трудоспособного возраста. Если у нас сегодня около 50 тысяч человек с инвалидностью, из них трудоспособного возраста около 25 тысяч, сегодня у нас работает, скажем, 7 тысяч. То есть у нас показатель пока маленький, 29. Мы почему маленький говорим? Это, во-первых, задачу себе, и глава республики поставил очень обессвездный, потому что по Российской Федерации этот показатель идет где-то между 24 и 25%. Мы на Дальнем Востоке по трудоустройству инвалидов занимаем второе место после Чайковского автономного округа. И за нами 10 регионов, поэтому здесь, конечно, идет комплексная работа со всеми обществами глухих инвалидов, и мы являемся, ну, скажем, в организационной части, методологической части, скорее пионерами, потому что в прошлом году мы провели Дальневосточный семинар, в этом году очно-заочно тоже хотим собрать всех наших коллег из Дальнего Востока и конкретно обсудить, что надо делать, как надо делать, вопросы и про вопросы профориентации, да. Поэтому этот вопрос действительно для нас очень серьезный и приоритетный. Ну вот действительно увеличение до 50% до 2024 года – это очень сложная, мне кажется, задача, да. А вот как стимулировать, наверное, работодателей для того, чтобы они принимали вот таких граждан на работу? Что для этого нужно делать? Ну, чтобы на сегодня у нас есть два мероприятия, да, когда, значит, мы оказываем также поддержку и вот субсидируя работодателей, это по оснащению оборудованию, да, за каждого, значит, вот, если он создает рабочее место для инвалидов, для инвалида – это 120 тысяч рублей. То есть если он оснащает, оборудует рабочее место, он может получить при этом 120 тысяч рублей. Это для инвалида. Далее, значит, у нас есть второе мероприятие – это когда идет сопровождение инвалида. И здесь и инвалиду, и наставнику возмещается заработная плата. Это тоже, значит, стимул для работодателя, чтобы они принимали. И первая, значит, вот адаптация, когда он проходит на рабочем месте, да, чтобы это не он сам вот как-то работал, а уже помогал наставник. И здесь, опять-таки, идет возмещение заработной платы наставнику. Это и у нас есть также в городе Якутске, да, через вот муниципальную программу. Мы возмещаем тоже оплату труда, когда, значит, трудоустраивается инвалид. В течение четырех месяцев у нас идет возмещение. Хорошо, дорогие друзья, сейчас мы снова прервемся на небольшую рекламную паузу, после чего вновь продолжим наш разговор. Не переключайтесь, сегодня мы говорим о службе занятости населения. Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу. И сегодня, в День работников службы занятости, мы говорим об особенностях этой профессии, о том, какую помощь здесь можно получить, а также о социально незащищенных категориях населения, о самозанятых, о молодежи, а также рассказываем о программах и услугах, которые здесь можно получить. И у нас в гостях, я напомню, сегодня сотрудники службы занятости. Напоминаем, что наша программа выходит одновременно на телевизионном и радиоканале НВК Саха. Мы работаем в прямом эфире. Телефоны нашей студии 32 0066, 32 11 66. Ну что же, мы продолжаем наш разговор. Я знаю, что Госкомитет проводил реализацию проекта «Занятость на селе» в прошлом году в Намском, в Горном Улусе. Вообще, что вы можете сказать об итогах этого проекта и будет ли он продолжен? Да, проект «Занятость на селе» является пилотным проектом. Действительно, мы в трёх, в четырёх центральных районах реализовали этот проект. Мы открыли новые рабочие места и в целом подняли этот вопрос на уровне муниципалитетов. И в этом году по поручению руководства республики мы расширяем уже на все аграрные, ну, сельские районы, скажем. Сейчас идёт согласование. Мне кажется, в конце апреля мы уже получим документ. Там свои индикаторы есть. Почему вопрос села стоит острый и сильный? Потому что, если мы говорим по городу Якутску, один и сколько было? Израиль 7 безработицы? 1,1%. А в сельской местности, к сожалению, 9,5. Поэтому, а нам надо эти данные снизить хотя бы до уровня 7,5. Поэтому здесь мы должны все вместе комплексно работать. Основное приоритетное направление будет создание общественных работ в сельской местности. В течение двух месяцев, в основном, это летний, летний-осенний период. Можно и весной начать. То есть безработный гражданин два месяца работает, получает мрот. По селу это около 35 тысяч рублей выходит. И помогает муниципалитету, скажем, в строительстве изгородей или каких-то других общественно полезных работ. Поэтому мы здесь с программой поддержки местных инициатив, там тысячи дворов и все остальное, мы хотим это все вместе синтезировать и рабочие места создать в сельской местности. Хорошо. Давайте теперь перейдем к реализации республиканского проекта «Местные кадры в промышленность». Вообще, сколько якутян смогло трудоустроиться на крупных промпредприятиях? Да, «Местные кадры в промышленность», мне кажется, для республики фишка, скажем. В других регионах подобных программ нет. Наоборот, они очень интересуются. Та же Сахалинская область, они в основном привлекают вахтеров, вахтовым методом, работников. Это почти до 90% иногда и 95% доходит. А у нас, помните, программы были, ну, это не программы, профилактические ориентации, ну, профилактические выезды с Сахачатым промышленностью, надо сказать, типа, у нас вот и на радио ругали, почему очень много приезжих работает, почему местных не тут трудоустраиваете. Поэтому мы с 2017 года, республика Саха-Якутия, реализует этот проект. По итогам вот трёх лет мы уже трудостроили промышленный объект 35 тысяч человек. В прошлом году это 11 тысяч, и, скажем, одна треть этой сельской местности. Поэтому мы этим проектом гордимся, и у нас уже 22, 23, 24 года ещё надо будет трудоустроить 15 тысяч человек. Поэтому мы этих кадров учим. Очень хороший пример, это недавно обучили 50 человек местных жителей в Аннабарском и Волинёвском районе. Они уже теорию сдали, и на днях уже оформятся в Алмазах Аннабар. То есть 50 у нас мужчин, скажем, любая работа, это же экономика семьи, экономика поселения, района. Поэтому это очень хорошая программа, и мы людей призываем. У нас большие работодатели, это Колмар, добывающая компания. И с прошлого года мы расширились на строительный комплекс. То есть там тоже, например, организация Адгезия, только в одном горном районе, испытывая дефицит в 60 работниках, а в маленьком районе 60 человек. Если будут трудоустроить местные компании, это очень хорошо. Поэтому у нас 43 компании с нами соглашение подписали. Мне кажется, идем вперед. И, скажем, у нас есть социальный партнер, руководитель проекта «На вахту-14» Петр Чехардут, и вместе мы с ним чуть ли не каждую неделю, два раза в месяц это точно, проводим торжественные проводы, объясняем, говорим, хорошо себя ведите, не возвращайтесь, работайте, работайте, зарплату отправляйте семьям. Поэтому мы же статистику тоже ведем. По сравнению, например, с тем же 2017 годом, у нас отказников или возвращающихся, по разным тем или иным причинам, уже идет к нулю. Поэтому тоже очень быстро местное наследие адаптируется к промышленности. А вот сами работодатели, они же тоже предъявляют свои требования, например, к квалификации, к дисциплине тех людей, которых они набирают на работу. Здесь как консенсус? По дисциплине, уверенно скажу, что мы это не нарушаем. По квалификации, на самом деле, мы очень конкурентоспособны. Даже в прошлом году на Кавыктанском месторождении Иркутской области наши поехали работать, они откуда-то приехали. Поэтому мы обучаем, заказ идет. На каждого обучаемого, скажем, из бюджета республики тратится в середине 50 тысяч рублей. Есть понятие трудомобильность, стажировка молодых кадров, которые выпускников разных технических учебных заведений идут. И еще наставничество. Мы, например, едем в Нерлингере, там наставника тоже мы плюс к его зарплате оплачиваем энную сумму, чтобы он привлек, адаптировал наших ребят. Поэтому организации тоже заинтересованы в этом. Мы знаем, что к столетию СССР проводится декада занятости молодежи. Все-таки для нее уделяется очень большое внимание. И некоторые мероприятия уже прошли. Что вы можете рассказать по итогам? В 8 районах мы работали тремя группами. Скажем, пока данные собираем, но, в принципе, хороший результат. 500 человек мы охватили в 8 районах. Это в основном безработные граждане. И были даже граждане, уже работают в бюджетной сфере, но они хотят поменять, чтобы зарплату побольше получить. И очень активно участвовали сами работодатели. Это промышленные объекты, гиганты наши, начиная с Сахатрас, нефтегаза, ЕТЭК, Колмар, Селикдар, золото. И многие организации. Они очень заинтересованы. Поэтому мы говорим, что тем более очные, не онлайн, а очные мероприятия дают хороший результат. И мы надеемся, что результат будет хорошим. Хорошо. И мы знаем, что ярмарка вакансий для молодежи, траектория карьеры пройдет в эти дни. Вот что здесь планируется? Расскажите, пожалуйста. Ну и нужно, наверное, пригласить нашу молодежь, для того, чтобы она приняла участие в этой ярмарке. Уважаемые молодые граждане республики, скажем, у нас 21-22 июня проводится третья ярмарка траектории карьеры. Мы, если первый, второй провели конкретно только в онлайн-режиме, сейчас уже будем гибридом проводить. То есть многие мероприятия будут уже в оффлайн-режиме. Все министерства активно принимают участие. Министерство культуры, Министерство сельского хозяйства. Хочу досрочно уже сказать большое спасибо. Они очень активно подключились. Примут участие более 100 работодателей, которые уже предложили 2000 вакансий для молодежи. Это на сегодня. Мы каждый день, скажем, в круглосуточном режиме собираем все вакансии. И поэтому примите активное участие. В первой ярмарке приняло участие около 6 тысяч человек. Во второй чуть меньше, потому что осень люди уже многие нашли. Там где-то 3,5. Мы сейчас думаем, тоже будет... Ну, так такого аншлага, может, не ожидаем, но несколько тысяч человек примут активное участие. Мы просим администрации муниципальных районов, муниципальных образований организовать точки доступа в учебных заведениях и в школах, чтобы выпускники уже думали, куда идти, как идти. Потому что мы не только о работе будем говорить, еще будем рекламировать, а популяризировать учреждения среднепрофессионального образования. То есть профориентации. Профориентации тоже будет, да. Ну, действительно, в службу занятости обращаются люди, которым требуется работа, люди, которым требуется помощь. И вот сегодня, в день профессионального праздника, я думаю, что вы поздравите своих коллег. Ну, дорогие коллеги, уважаемые ветераны, я от имени офиса моя работа, от себя лично поздравляю всех с наступающим, ой, уже с наступившим, с профессиональным нашим праздником службы занятости. И сегодня, именно сегодня, уже 31-е годовщина образования службы занятости. Конечно, я всем желаю, чтобы самое главное у человека это здоровье. Всем здоровья, им и их близким. Счастья, благополучия и, конечно же, мирного неба над головой. Пожалуйста. Я тоже присоединяюсь и для жителей республики скажу, работайте, мы работаем для вас, чтобы вы нашли работу. Поэтому будьте с нами, найдите нас в соцсетях, напишите в госкомитет занятости или в центры занятости населения, и вся информация о предстоящем мероприятии, о проводимых мероприятиях выйдет, и всех наших сотрудников службы, а нас по республике 250, если не ошибаюсь. Это огромная армия, армия бескорыстных людей, патриотов республики, которые каждый день думают помочь людям. Поэтому держитесь, все будет хорошо. Ну что же, я благодарю своих беседников за очень интересный рассказ. С праздником вас, дорогие друзья. Это была программа Якутска Сегодня, ее подготовила и привела редактор Сергея Антонова. Всего вам самого доброго и до свидания.